Девушки отдыхают Мы проходим цикл под названием «Потерянное искусство мудрости». Мы рассматривали книгу-притч, чтобы понять, какими мудрыми людьми нас хочет видеть Бог. Если вы смотрели этот цикл ранее, то знаете, что начало мудрости — это страх Господень и полное доверие Ему. Мы рассматривали, как быть хорошим другом, как обрести исцеление. Мы рассматривали этику в бизнесе, советы о том, как давать и получать. На прошлой неделе пастор Броди проповедовал о гордыне и смирении. Божье слово и особенно притчи затрагивают все сферы нашей жизни. Сегодня мы рассмотрим еще одну сферу жизни, о которой говорится в притчах. Мы постараемся понять, как быть мудрыми в словах. Мы ежедневно сталкиваемся со словами. Статистика и исследования говорят, что в среднем мы произносим 16 тысяч слов. Многие годы было принято считать, что женщины говорят больше мужчин. Но похоже, что это всего лишь легенда. Современные исследования показывают, что мужчины и женщины произносят практически одинаковое количество слов ежедневно. В среднем обыкновенный человек произносит много слов. И важны не только слова, которые мы произносим, но и которые печатаем или отсылаем. Общение изменилось со временем. С развитием технологий общение в мессенджерах стало самым популярным методом использования смартфона. Данные говорят, что люди отправляют 94 сообщения в день. Это 34 310 сообщений в год. И это в среднем. То есть, если вы не отправляете сообщения, кто-то делает это за вас. Это касается не только подростков. Сообщение — это идеальный метод общения для людей в возрасте до 50 лет. Apple говорит, что они передают 200 тысяч сообщений в секунду, и это только на их платформе. Я пытаюсь сказать, что мы много говорим и пишем. Интересно, что в Библии есть, что сказать нам на эту тему. Я выбрал несколько мест писания из притч. Джейн Линн прочитает их нам. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык — только на мгновение. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души, и она целебна для костей. Молодей, Джейлин. Спасибо, что прочитала нам эти стихи. Притчи написаны в виде мудрых посланий родителей ребенку. Бог Отец дает нам, своим детям, указания о том, как жить мудро. Когда вопрос касается мудрости и использования слов, то первый пункт звучит так. Мудрые люди говорят правду. Я бы с радостью хотел сказать всем, что никогда не врал. Но, как вы понимаете, это будет ложью. Вы знаете это потому, что где-то в своей жизни вы так же лгали. Мы все поступали так, но откуда появилась эта ложь? Не от Бога. Вам не нужно искать где-то далеко. Об этом говорится в самом начале Библии. Пастор Броди упоминал об этом нам на прошлой неделе, когда говорил об Адаме и Еве в Эдемском саду. Сатана пришел к ним. Он манипулировал и сказал слова Божьи, пытаясь преподнести их как обман. Когда вопрос касается лжи и обмана, это не природа, а характер. Апостол Иоанн в своем Евангелии цитирует Иисуса, когда тот обращался к фарисеям. Иисус говорит в Иоанна 8,44, «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человек-убийца, от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». В новой международной версии, в современном переводе Библии сказано, что когда дьявол лжет, он говорит на своем родном языке. «Мой отец вырос в Германии. Его первый язык, который он выучил, — немецкий. Потом его семья эмигрировала в Канаду, и он выучил английский. И после этого говорил на английском. Но когда мой отец шокирован, когда он падает, или что-то пугает его, или ловит врасплох, то даже не думая об этом, он произносит слова на немецком. Почему? Потому что это его сущность. Это язык его сердца. Это часть его сущности. Это его родной язык. Когда дьявол говорит, то также говорит от своей сущности, характера. Он говорит на своем родном языке. А его родной язык — грех, ложь и обман. Мудрые люди, которые боятся Господа, которые полагаются на Него, не должны поступать так. Интересно, что в притчах 12.17 для описания верного свидетеля на иврите используется слово, означающее «праведность». Праведность базируется на характере Божьем. Божья праведность и истина пребывают вовек. Как говорится в 19 стихе, когда мы говорим правду, мы отражаем Божью праведность, будучи Его детьми. Мы наследуем Бога, отражаем Его характер и истину в наших делах и словах. Мы можем и не быть патологическими лжецами. Но как насчет лжи во благо? Например, если кто-то звонит, и вы не хотите говорить, вы говорите «просто скажи, что меня нет дома». Или когда начальник приписывает вам заслуги за то, что вы не делали, вы говорите ему о коллеге, который сделал это, или молчите, и приписываете себе заслуги. А как насчет ваших налогов? Или обмани с возрастом? Когда вы молоды, и приписываете себе года или наоборот? Исследования МРТ показали, что со временем мозг теряет чувствительность к обману, и человеку становится легче лгать. А когда мы поступаем так вновь и вновь, лгать становится еще легче. Любая ложь, большая или маленькая, влияет на нас. Этот вопрос поднимается в Божьих заповедях. Девятая заповедь говорит, «Не лжесвидетельствуй». Нам хочется солгать, когда мы ощущаем угрозу. Суть лжи в самосохранении и самопродвижении. Я знаю, что, когда ощущаю порыв солгать, это из-за страха. Разве не интересно, что самосохранение и самопродвижение начинается со слова «сама». Первый шаг на пути ученичества — следование за Иисусом, не сохранять или продвигать себя, а отречься от себя, подчиниться Иисусу. Быть христианином — значит отречься от себя, взять свой крест и последовать за Иисусом, дать Ему власть в своей жизни. А власть связана с тем, что вы говорите. Наша ложь связана, по сути, с тем, что мы не доверяем Богу. Мы не верим, что Он позаботится о нас. Мы не верим, что Он сохранит нашу личность, если мы скажем правду или признаем что-то, что сделали. Мы не верим в то, что Бог обеспечит нас, и вместо этого начинаем лгать, чтобы продвинуться вперед. Используем систему, чтобы получить награду или избежать проблем. В притчах сказано, что мудрые люди не поступают так. Мы призваны к честной и целостной жизни, которая отражает Божью праведность. Мудрые люди боятся Господа. Они полностью доверяют Богу. Они отражают Божью праведность, говоря правду. Когда вопрос касается мудрости в словах, стоит отметить наш второй пункт. Мудрые люди понимают, что слова обладают силой. Я не раз ломал кости, пару пальцев на ногах, на руках, ногу в трех местах, руку на велосипеде, левое плечо, когда катался в горах. Кроме того, мне восстанавливали колено, когда я выбил его, играя в футбол. Все эти травмы были болезненными. И знаете что? Я выздоровел. Боль ушла. Я больше не вспоминаю о них, а самыми болезненными ранами, которые до сих пор приносят мне боль, когда я вспоминаю о них, были раны, нанесенные словами. Это были болезненные слова, высказанные или написанные мне. Притча 12.18 говорит, «Иной пустослов уязвляет, как мечом». А язык мудрых врачует. Слова сильны и редко бывают нейтральными. Наши слова превращаются в послания, которые могут либо причинить боль, либо исцелить. Эти послания могут остаться с нами на всю жизнь. Это послание, которое мы можем повторять у себя в голове, словно песни на телефоне. Они звучат вновь и вновь. Это послания со временем могут изменить наше мышление или представление о себе и даже жизнь. В Новом Завете послание Иакова, написанное сводным братом Иисуса, лидером церкви в Иерусалиме, говорит о силе слов в разделе, который называют обузданием языка. В Иакова 3 говорится, что хоть язык и является малой частью тела, он превосходит другие органы в силе. Он сравнивает язык с маленькой уздой во рту лошади или рулем на корабле. Сами по себе это маленькие вещи, но узда во рту лошади может управлять несущейся лошадью, а руль может изменить направление даже самого большого корабля. Все это маленькие вещи, обладающие невероятной силой, как и наш язык. Иаков также сравнивает слова, которые мы используем, с небольшой искрой, которая может начать огромный пожар. Этот образ хорошо знаком жителям Британской Колумбии, как и образы разрушения и потери. Давайте прочитаем Иакова 3.5-3.8. Здесь сказано, «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Иаков обращает внимание на разрушительную силу нашего языка и указывает на наше лицемерие, напоминая нам о том, что мы прославляем Бога нашими устами и ими же проклинаем Бога. Наши слова могут быть оружием. Они не похожи на удары кулаками в матче по боксу, когда мы сталкиваемся с глазу на глаз с оппонентом и можем уворачиваться, рассчитывать, блокировать или наносить ответные удары. Наши слова больше похожи на стрелу. Ее запускают из лука на расстоянии, нанося удар без предупреждения. Притчи говорят, что слова бьют как меч, если их использовать необдуманно или с неправильными намерениями. Наши слова это оружие, которое может проникнуть глубоко. Мы часто раним тех, кто ближе всех нам. У языка нет костей, но он достаточно силен для того, чтобы разбить сердце, поэтому будьте осторожны со своими словами. Слова также могут нести исцеление и восстановление. Доброе слово может улучшить день. Доброе слово от незнакомца может спасти жизнь человека, который подумывает о самоубийстве. Наши слова могут уничтожать, но они также могут исцелять. Правильные слова как пастух могут изменить направление жизни человека, его взгляд, его решение. Правильные слова могут разрешить напряженную ситуацию. Язык мудрых должен нести исцеление и помочь, а не ранить. Несколько лет назад я пошел к христианскому психологу. Это было чудесно. Мы лишь говорили на наших встречах. Благодаря словам мы смогли найти глубокие раны. И благодаря словам он смог помочь мне залечить некоторые из этих ран. Благодаря словам он в буквальном смысле придал мне смелости, когда я не чувствовал силы и смелости. Он придал мне смелости своими словами. Это были слова из Писания и слова молитвы. Я был благодарен за это и за слова исцеления. Вы не обязаны быть опытным психологом, чтобы придать кому-то смелости. Добрые слова способны на многое. Это могут быть слова написанные на записке или в сообщении. Это может быть комплимент или приятные слова. Ищите возможности использовать свои слова для исцеления. Мать Тереза, монашка, которая известна своей работой с бедняками в Калькутте, получила небольшую награду, о которой вы, возможно, слышали, Нобелевскую премию мира. Вот что она сказала. Доброе слово может быть коротким и простым, но его эхо может быть действительно бесконечным. У нас, последователи Иисуса, есть слова жизни, которые не только исцеляют раны, но и приводят к восстановлению души человека, указывая на Иисуса. У нас есть противоядие от разбитости и греха окружающего мира. Это Иисус. В Римлянам 10-14 в современном переводе сказано, но как они могут взывать к тому, в кого они не поверили? Как они могут поверить в того, о ком не слышали? Как они могут услышать, если никто им не будет проповедовать? Мы, верующие, должны нести радостную весть, ободрять людей, рассказывать окружающим о Иисусе. Наши слова должны нести исцеление и помощь нашим родным, друзьям, сотрудникам, собранию и миру. Мудрые люди не только говорят правду и понимают, что слова имеют силу. Мудрые люди знают, как говорить, любить и слушать. Притчи 16.23 и 16.24 говорят следующее. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в его устах. Приятная речь это сотовый мед, сладкая для души и целебно для костей. 23 стих в современном переводе звучит так. Сердце мудрого делает его язык предусмотрительным, а уста его несут указания. Предусмотрительность это когда мы проявляем заботу в словах, а нести указания значит иметь цель, смысл и намерение в том, что мы говорим. Иными словами думайте, прежде чем говорить. Наверное, вы уже слышали это. Проблема с нашими словами состоит в том, что они похожи на зубную пасту и подушки. Бывало у вас так, что вы брали зубную пасту и выжимали слишком много, а теперь попробуйте вернуть ее назад. Знаете, это практически невозможно. Невозможно вернуть ее в тюбик после того, как вы ее выдавили. Или возьмем, например, подушку. В обычной подушке много перьев. Если вы возьмете подушку и откроете ее на легком ветерке и встряхнете перья, она разлетится. Попробуйте потом собрать все перья. Это невозможно. Когда наши слова сказаны, мы не можем вернуть их назад. мой любимый блюз-гитарист Би-би Кинг стал известен не благодаря своим быстрым солом, но благодаря сдержанному стилю, с нюансами и чувствам. Когда его спросили о гитарных соло, он сказал, «Играйте так, словно ноты стоят дорого». То есть не нужно выбрасывать их со скоростью света без лишних мыслей. играйте так, словно они стоят чего-то. Сдерживайте себя и играйте то, что нужно. Играйте ноту с уверенностью и пусть она звучит. Когда вопрос касается речи, мы должны использовать слова так, словно они стоят дорого. Мы должны знать, когда стоит говорить, а когда не стоит. В Якова 1 сказано, «Всякий человек да будет скор на слышание медлен на слова, медлен на гнев». Есть поговорка, что Бог дал нам два уха и один рот, чтобы мы вдвое больше слушали, чем говорили. Это правда. Проблема в том, что мне тяжело делать это, потому что я люблю говорить. Я считаю, что каждый должен научиться нажимать на паузу и уделять минуту размышлениям, прежде чем говорить, особенно в непростых и неприятных ситуациях. Иногда лучшие разговоры односторонние, потому что слушает лишь одна сторона. Когда вы действительно слушаете, вы позволяете другому человеку рассказать о своей боли. Уже это может значить что-то. Используйте слова экономно, словно они дорогого стоят. Уделяйте время планированию, чтобы ваши слова достигали желаемого результата. Мы должны быть осторожны со своими словами. Когда мы произносим их, их можно простить. Наверное, реальная проблема — это проблема такта. Вопрос не только в том, что сказать, но и как сказать. Иногда нам нужно поговорить о трудных вещах или пойти на конференцию. Как нам сделать это, чтобы минимизировать травмы и максимизировать помощь и заботу. В Ефесянам 4.15 Павел говорит, чтобы мы делились истиной в любви. Мы хотим говорить истину, но мы знаем, что иногда истина бывает болезненной. Слова истины в паре с любовью и заботой смягчают боль и приводят к исцелению. В притчах 16.24 сказано «Приятная речь сотовый мед, сладкая для души и целебна для костей. Не знаю, как вы, но я лучше буду слушать друга, который ранит меня, заботясь обо мне и говорит мне истину в любви. Сама по себе правда может быть слишком агрессивной и болезненной, но в паре с любовью, благодатью и состраданием принять ее намного легче. Она становится как мед, сладкой для души. Сегодня мы говорили о том, как мы общаемся друг с другом и насколько сильны могут быть наши слова. Но Бог также общается с нами. Он общается с нами в истине, в силе и любви. Когда Он послал Своего Сына Иисуса, чтобы Тот стал искуплением за наши грехи, нашим Искупителем и Спасителем, Бог передал нам все это в Иисусе, в Иоанна 1, 1 и 5. Иисуса даже называет Словом. Там сказано следующее. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Только благодаря Иисусу, величайшему посланию истины, силы и любви, настоящему Слову Божьему, мы можем спастись и победить грех. Только благодаря Его Духу мы можем сдерживать свой язык. Когда я был подростком, у меня была проблема. Вместо того, чтобы отражать Бога в словах и делах, я отражал своих друзей. Как вы понимаете, я начал ругаться матом. Я использовал слова, которые запикивают на телевидении. Я использовал эти слова на футбольном поле и в кругу друзей. Но вскоре эти слова пробирались во все сферы моей жизни. Так работает грех. Он проникает, прогрессирует и удушает. Я знал, что у меня была проблема, и я пытался разобраться с ней сам, но не мог. Я начал молиться и просить помощи у Бога. Кроме того, я попросил друзей помолиться за меня и помочь мне. Мне понадобилось некоторое время для этого. Но я помню тот день, когда одержал победу над ругательствами. Я ехал на машине и попал в аварию. Я выехал на газон и попал в чей-то сад камней. Я знал, что одержал победу, потому что несмотря на адреналин, шок и неожиданность, проявился мой характер, мой родной язык. Вместо того, чтобы разразиться ругательствами, что раньше было естественно для меня, я произнес молитву. Я помолился и поблагодарил Бога за то, что я цел, а также помолился за людей в другой машине, чтобы с ними все было в порядке. Это была первая реакция. Затем я подошел к другой машине и позвонил родителям. Мне стоило помолиться за них, потому что я разбил их машину, а не свою. Это был победоносный день для меня и моей веры. Это было заявление победы над грехом с помощью Духа Святого и братьев. В какой победе нуждаетесь вы? С какими трудностями в сфере слов сталкиваетесь вы? Возможно, вы ругаетесь матом, как и я. Или вы лжете, чтобы сберечь себя? Или вы ведете нечестную борьбу и используете слова как оружие, чтобы ранить? Или вы занимаетесь кибербуллингом, оскорбляя других в социальных сетях? Все мы должны покаяться и взять ответственность за свои слова. Мы должны научиться произносить самые сложные слова. Мне жаль. Пожалуйста, прости меня. Эти слова несут исцеление. Нужно ли вам сказать кому-то эти слова, чтобы пойти по пути прощения и примирения? Возможно, вы сказали что-то в раздражении или гневе. Есть ли в вашей жизни слова, которые вы должны произнести, но не произносите? Вы сдерживаете их из-за страха. Вы должны провозглашать истину в любви, исправляя, направляя, помогая и исцеляя. Возможно, кто-то из ваших знакомых должен услышать радостную весть об Иисусе, но вы боитесь рассказать им о Нем из-за возможной реакции. Независимо от вашей ситуации, Бог предлагает благодать и прощение. Он хочет, чтобы мы победили грех. Он хочет, чтобы мы мудро использовали слова. Приблизьтесь к Нему, попросите помощи у Него и у других верующих. В Иисусе мы можем иметь победу над Своими словами и быть мудрыми в словах. В любом случае, мы должны бояться Господа и полностью полагаться на Него в вопросе мудрости. Как вы понимаете, мудрые люди говорят правду. Мудрые люди понимают, что у слов есть сила. И мудрые люди знают, как говорить, любить и слушать. Мудрые люди что у в в в в в в